В этом видео вы узнаете о том, как при помощи дыхания снизить свое артериальное давление. Меня зовут Стойка Ольга Александровна, я врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, автор курса по нормализации артериального давления и оздоровления. Обязательно поставьте лайк этому видео и подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить интересные ролики. Ведь смотреть мое видео очень полезно для вашего сердечного здоровья. Итак, как же при помощи дыхания снизить свое высокое давление, вы узнаете чуть попозже, но пока немножко теории. В современном мире гипертония стала одной из самых распространенных болезней, которая затрагивает практически все возрастные группы. И вместе с тем данным заболеванием болеют чаще всего люди старше 40 лет. Высокое артериальное давление может привести к серьезным последствиям для здоровья, включая инсульты, сердечные приступы и повреждения органов, например, почек. Современным методом лечения гипертонии является изменение образа жизни. Это отказ от предыдущих привычек, снижение массы тела, работа со стрессами. И, конечно же, современным способом лечения гипертонии является назначение лекарств, влияющих на механизм развития данного заболевания. Это прежде всего ингибиторы АПФ, сортаны, антагонисты кальция. И вместе с тем, вместе с традиционными способами лечения гипертонии, все больше внимания, как в европейских и американских, так и в российских рекомендациях, уделяется альтернативным способам снижения артериального давления, а в частности, медитациям и дыхательным практикам. И сегодня я покажу вам одну дыхательную практику, которая поможет вам снизить давление. Ведь дыхательные практики могут оказывать положительное влияние на ваше артериальное давление. Это давным-давно доказано учеными и подтверждается многочисленными исследованиями. Кроме этого, регулярное и правильное выполнение данных практик, я здесь подчеркну регулярное, снижает уровень тревоги, улучшает общее состояние здоровья и нормализует психоэмоциональный фон. Одной из самых распространенных техник является глубокое дыхание или диафрагмальное дыхание. При этом в типе дыхания активно используется диафрагма. Мышца, разделяющая грудной полость и живот, она находится вот здесь. Глубокий вдох через нос, заполнение легких до максимального объема и медленный выдох через рот способствует увеличению оксигенации крови и снижению сердечного ритма, что в конечном счете приводит к снижению артериального давления. Итак, давайте вместе попробуем подышать. Располагаемся удобно, лучше закрыть глазки и глубокий вдох носиком и выдох ртом. Дышать нужно животом. Итак, еще раз. Глубокий вдох. Выдох. И на счет 4 повторяйте со мной. Глубокий вдох. Немножко можно задержать дыхание. И выдох. Раз, два, три, четыре. Выдох. Друзья мои, повторяйте данную дыхательную практику на протяжении пяти минут. Итак, начали. Вдох через нос. Выдох. Вдох. Выдох. Вы расслабляйтесь. Продолжайте дышать. Животом. Вдох. Выдох. Носиком вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Вдох. Дышим животом. Мы никуда не торопимся. Вдох. Вдох. Выдох. Заканчиваем. Да, это дыхание можно использовать при повышении артериального давления. Если вы видите, что ваше давление выше 140 на 90, сначала постарайтесь подышать, прежде чем использовать какие-то препараты для снижения давления. Конечно же, после желательно обратиться к кардиологу, чтобы разобраться, почему у вас стало повышаться давление. Возможно, препараты не помогают. Возможно, перестали помогать. Бывает привыкание к лекарствам. Такое тоже бывает. Возможно, до занятия. Возможно, вы понервничали в этот день. Но прежде чем тянуться за таблеткой, воспользуйтесь дыхательной практикой. На счет 4. Вдох. Задержка дыхания. На счет 4. Выдох. Также, даже при нормальном давлении, вы можете использовать эту практику, когда чувствуете, что вы раздражены. Когда хотите быстрее успокоиться. Данную дыхательную практику можно использовать и даже перед сном, чтобы быстрее уснуть. Подышите, включите красивую музыку. Подышите медленно. И вы не заметите, как вы уснете. Также диафрагмальное дыхание можно использовать и в общественном месте, когда вы чувствуете, что состояние накалилось. И вы нервничаете. Либо чувствуете прилив крови к лицу, либо сердцебиение учащенное. Спокойно подышав на счет 4. Вдох через нос и выдох через рот. Даже если вокруг вас люди, никто этого не заметит. Желательно закрыть, прикрыть глазки. И вы заметите, как через 2-3-5 минут ваш пульс уредится, давление снизится. Чувствуете себя спокойнее. Дорогие мои, если вам нужна моя консультация по снижению артериального давления, ссылка на сайт, где можно записаться на эту консультацию, находится в описании к этому видео. Переходите к описанию, переходите по ссылочке, записывайтесь. Главное, чтобы у вас был WhatsApp. Я лично сама отвечаю каждому. Мы согласуем с вами дату и время консультации. Я буду очень рада вам помочь. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok